И к другим темам. В Северокзавстанской области около 300 плательщиков алиментов уклоняются от исполнения обязанностей. Финансовая задолженность горе родителей перед своими детьми составляет 375 миллионов тенге. Те, кто не вернул долг в соответствии с законом, привлекаются к уголовной ответственности. Подробности в следующем сюжете. Ведут разгульный образ жизни, не работают и не платят алименты. Таких в нашей области более 6 тысяч человек. Из них 288 имеют задолженность на общую сумму 375 миллионов тенге. Около 57 процентов находятся на периодическом исполнении, то есть на удержании заработной платы должников. Это практически почти 4000 документов. Также имеется категория исполнительного производства, где должники самостоятельно оплачивают алименты. По договоренности с искателями, не имея в ходе постоянного источника работы, но они оплачивают. Но, к сожалению, это не всегда так происходит. Есть категория производств, где должники уклоняются от оплаты алиментов и на основании чего приходят судебным исполнителям принимать меры по исполнению. Большую работу по линии алиментных платежей проводят частные судебные исполнители. За первый квартал 2022-го к административной ответственности привлекли 28 должников. Выставили более тысячи запретов на выезд за пределы страны. Помогают с трудоустройством, однако не все должники принимают такую помощь. По итогам данной работы более трех миллионов тенге в счет задолженности по алиментам было взыскано. Должники в основном отказываются платить, так как у них отсутствует имущество, денежные средства, место работы официальное. В случае, если должник трудоустроен, судебным исполнителям выносится постановление об обречении изыскания на заработную плату и направляется на исполнение в бухгалтерию. Если должник не имеет ни имущества, ни доходов, должник привлекается к административной ответственности, далее направляются материалы привлечения по уголовной ответственности. С начала года к уголовной ответственности привлекли порядка 25 северокзахстанцев. Алишер Ашимов, Александр Янсен. Итоги дня.